Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала, в том числе и обзоры на автомобили, причем как в формате тест-драйва, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных поддержанных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну, а герой нашего сегодняшнего сюжета – это кроссовер, пожалуй, обладающий лучшей управляемостью в своем классе. Встречайте, BMW X3 в кузове F25. BMW X3 в кузове F25 встал на конвейер в 2010 году. До 2014 года машина выпускалась в так называемом дорестайлинге. В 2014 году слегка обновили внешность. Так, например, фары головного освещения наконец-то встретились с решеткой радиатора и стали соответствовать общему направлению в дизайне всех BMW тех лет. Этот кузов выпускался вплоть до 2017 года. Что касается гаммы агрегатов, то здесь она была достаточно обширная. На этот автомобиль устанавливались как дизельные двигатели, так и бензиновые. Дизеля объемом 2 литра, 184 литра, после рестайлинга 190 лошадиных сил. Дизельный двигатель 3 литра, уже куда мощнее, мощностью 245 лошадиных сил, либо 313 лошадиных сил, в зависимости от количества установленных на нем турбин. И бензиновые двигатели 2 литра турбо. Также устанавливался 3-литровый турбомотор N55B30, хорошо знакомый по кроссоверу BMW X5 в кузове E70 на 306 лошадиных сил. И, как в нашем случае, атмосферный 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель N52B30 на 258 лошадиных сил. Коробки передач на этих автомобилях в основном встречаются в продаже автоматические. Все они 8-ступенчатые. Также крайне редко, но попадаются машины с механикой, и еще реже попадаются автомобили, которые являются чисто заднеприводными. Но, скорее всего, такой автомобиль вы для покупки рассматривать и не будете. Что касается нашего сегодняшнего экземпляра, это машина 2011 года выпуска. Полный привод, 8-ступенчатый автомат и атмосферный двигатель 3 литра на 258 лошадиных сил. Конечно, бензиновый. И по традиции в начале обзора скажем пару слов о кузове автомобиля, его качестве окраса и стойкости коррозии. Что касается коррозии, то с этим у X5 в кузове F25 все обстоит совершенно благополучно. Даже самые возрастные экземпляры, как правило, еще не щеголяют обширными ржавыми пятнами. Качество окраса также вполне хорошее, как и качество обработки металла. Даже появляющиеся на кузове сколы цвести особо не спешат. А сколы, кстати, появляются достаточно часто. Особенно на автомобилях, которые ездят по трассе. Сколами традиционно, чаще прочего, покрываются кромка капота, передняя кромка крыши, а также, как ни странно, оптика головного освещения. Если с коррозионной стойкостью кузова у F25 по большому счету проблем никаких нет, то вот к проверке электрооборудования такого автомобиля при покупке нужно подойти со всей ответственностью. И чем более наворочена у вас комплектация, тем больше времени вы должны потратить на проверку функционирования всех имеющихся в машине опций, дабы потом не заниматься довольно недешевым восстановлением всего этого хозяйства. В обязательном порядке проверьте работоспособность электропривода пятой двери, если ваш X3 таковым комплектован. Также на автомобилях ранних годов выпуска встречалась проблема, связанная с окислением силового провода, идущего к аккумулятору, расположенному в багажнике. Хотя в целом к особо проблемной электрика этого кузова не считается. Что касается двигателей, которые устанавливались под капот BMW X3 в кузове F25, дизельных моторов здесь было три, это N47, N57 объемом 2,3 литра соответственно, а также B47, который начал устанавливаться под капот этого автомобиля после рестайлинга, также двухлитровый. В общем-то, дизельные моторы на X3 можно рекомендовать к покупке, но после тщательной диагностики в профильном сервисе. Проблемы у этих дизелей, в общем-то, характерны для любых других двигателей. Это достаточно недешевая в ремонте топливная аппаратура, форсунки, топливный насос высокого давления. Также необходимо при эксплуатации этого автомобиля довольно регулярно чистить систему EGR, впускной коллектор, внимательно следить за чистотой системы охлаждения, дабы она работала с надлежащей эффективностью, поскольку даже дизеля на этих автомобилях довольно теплонагруженные агрегаты. Следить за состоянием турбокомпрессора, регулярно менять масло, не злоупотребляя дилерскими интервалами его замены в 10-20 тысяч километров пробега, и тогда ваш дизель выходит в свои положенные 300+, а может быть даже и больше. Единственный момент, на дизельных моторах также необходимо периодически поглядывать за состоянием демпфера шкива коленвала. Он выполнен из резины и периодически требует замены. Если вы обнаружили на своем шкиве уже трещина на резиновой части, его лучше от греха подальше заменить. Ничего хорошего в его дезинтеграции на работающем двигателе, конечно, нет. Субъективное осуждение, но выбирая дизельный X3, я бы остановил свой выбор все же на N57 дизеле объемом 3 литра, который придает этому автомобилю достаточно недетскую динамику. С таким мотором эта машина вполне в состоянии выехать из 6 секунд в разгоне до сотни. А расход топлива по городу при этом остается весьма-весьма приемлемым. В районе 10-11 литров на 100 километров пробега, а может быть даже и меньше, в зависимости от того, насколько сильно вы будете давить на педаль газа. Что касается бензиновых агрегатов, в линейке их было 3. N20 B20 2 литра turbo N55 B30, перекочевавший сюда из-под капота более старшего собрата BMW X5 мощностью 306 лошадиных сил. Это уже рядная шестерка, однако также оснащенная турбонаддулом и, кстати, непосредственным впрыском топлива с ТНВД и всеми вытекающими в виде форсунок высокого давления. А также старый трехлитровый N52 B30 атмосферник с обычным распределенным впрыском, как в нашем случае. Вот о нем предлагаю поговорить подробнее. Этот двигатель выдает 258 лошадиных сил. Представляет он собой алюминиевый блок, 6 цилиндров в ряд. Привод ГРМ здесь цепной. И цепь это, кстати, вполне себе выхаживает 150-200 тысяч километров, прежде чем попросится на замену. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, в нашем случае мы имеем фазовращатели, ВАНОСы на впускном и на выпускном валу. Соответственно, компания BMW называет эту систему Double ВАНОС, поскольку ВАНОСов здесь два. А также наш мотор оснащен с системой изменения высоты подъема клапанов, Вальватроник. Обе эти системы призваны добиваться оптимальных параметров работы двигателя на всех мощностных режимах. Однако, когда они работают исправно? Соответственно, одна из возможных проблем этого агрегата – это плавающие холостые обороты. Проблема здесь может крыться как в ВАНОСах, которые бывает иногда достаточно просто почистить. Но если чистка не помогла, соответственно, тогда вопрос решается через замену этих самых ВАНОСов. Так, эти плавающие обороты могут быть связаны с системой Вальватроник и, помимо прочего, с ДМРВ. Также очень многое в корректной работе этого двигателя зависит от состояния датчика массового расхода воздуха. К его выходу из строя двигатели БМВ также чувствительны, как и двигатели Мерседеса. И иногда замена ДМРВ может очень удивить тем, насколько лучше стал ехать автомобиль. Также двигатель Н52 – достаточно теплонагруженный агрегат. И он очень чувствителен к состоянию системы охлаждения. Соответственно, если вы купили себе такой Х3 в обязательном порядке, возьмите за правило хотя бы раз в год промывать радиаторы системы охлаждения. Ну и вообще следить за чистотой антифриза и ее работоспособностью. Двигатель не любит перегрева. Кстати, к несомненным плюсам двигателя Н52Б30 следует отнести иные маслосъемные кольца, нежели на его малообъемном собрате – 2,5-литровом Н52Б25. Поэтому эти двигатели в исправном состоянии практически не склонны по меркам БМВ к расходу масла. Хоть сам производитель и заявляет расход порядка литра на тысячу километров, однако Н52Б30 в живом виде особо масло не расходует. Если вы доливаете в пределах литра от замены до замены на 7-8 тысяч, считайте, что это все в пределах нормы. Кстати, масло сюда заливается 5,30 либо 5,40 в зависимости от пробега двигателя. И желательно заливать масла качественные, с хорошим набором присадок. Также к недостаткам этого мотора можно отнести и относительно небольшой ресурс электропомпы системы охлаждения – 80-100 тысяч километров пробега. Помпа меняется, и вы эксплуатируете автомобиль дальше. Ресурс Н52Б30 при нормальных условиях эксплуатации и при условии его регулярного обслуживания на практике переваливает за 300 тысяч километров пробега. Поэтому этот двигатель под капотом Х3 можно смело рекомендовать к покупке. Динамики трехлитрового бензинового двигателя для небольшого кроссовера, в общем-то, хватает. С нуля до ста эта машина разгоняется по заводу за 6,7 секунды, что очень и очень неплохо. Расход топлива, правда, в городском цикле может подбираться к отметке в 16 литров на сотню. Но зато и каких-либо головных болей этот мотор подкидывает не в пример меньше, чем более экономичные младшие турбированные братья объемом 2 литра. Если же вы рассматриваете BMW X3 с двухлитровым турбомотором, то в этом случае диагностика на профильном сервисе просто обязательно. Эти двигатели могут не только неприятно огорчить стоимостью замены цепей ГРМ, расположенных с задней стороны, со стороны коробки передач, но также необходимо проверять их на наличие эмульсии, масляной эмульсии в антифризе, поскольку нередки случаи, когда масло с антифризом начинают потихоньку смешиваться в случае выхода из строя масляного радиатора. Также необходимо обращать самое пристальное внимание на состояние турбины и иметь в виду, что N20B20 имеет прямой впрыск топлива. Соответственно, на бензиновом двигателе у вас также есть ТНВД и форсунки высокого давления. Как говорится, полный набор. Не заправляйте этот мотор чем попало и меняйте масло почаще. Лучше раз в 5-7 тысяч километров пробега. В этом случае вы можете рассчитывать на ресурс порядка 200 тысяч километров пробега. Правда, на N20B20 нужно следить за состоянием маслонасоса, так как именно он, оказывается, в большинстве случаев повинен в преждевременной гибели цилиндропоршневой группы. В общем, выбирая поддержанный BMW X3 с пробегом, лучше остановить свой выбор либо на бензиновом 3-литровом простом атмосфернике N52B30, либо на 3-литровом дизельном моторе. Но дизельный X3 существенно дороже при покупке на вторичном рынке. Что касается коробок передач, на этот кузов ставились как автоматические, так и крайне-крайне редко встречающиеся механические КПП. Механика на этой машине довольно надежна. Примерный ресурс корзины диска сцепления и двухмассового маховика около 100-150 тысяч километров пробега в зависимости от стиля эксплуатации автомобиля. Что касается автоматических коробок передач, на эти автомобили устанавливались только 8-ступенчатые обычные автоматы фирмы ZF. 8 HP70 для 3-литровых дизелей и 8 HP45 для всех остальных модификаций. Трансмиссии эти довольно надежны. Вопросов по ресурсу маслонасоса или по ресурсу надежности гидроблока управления коробкой передач здесь нет. Однако в конструкции использовано большое количество алюминия. Трансмиссия облегченная. Эти коробки очень боятся наличия продуктов износа в масле. Соответственно, залог долгой и счастливой жизни этих трансмиссий – это щадящий режим эксплуатации без перегревов и постоянных стартов газ в пол со светофора и частая смена масла. Частая – это раз в 30-40 тысяч километров пробега. В этом случае ваше КПП на этом автомобиле отходит порядка 250 тысяч километров пробега. Если повезет, то и больше. На нашей практике был X3 с пробегом более 300 тысяч километров, на котором стоял еще родной автомат и который работал без всяких нареканий. Имейте в виду, что переборка этой коробки, даже промежуточный ремонт, удовольствие достаточно небюджетное. Поэтому, если вы смотрите, поддержанный X3 и коробка передач гудит, воет, либо толкается, пинается, то от покупки такого автомобиля лучше либо сразу отказаться, либо это повод серьезно поторговаться с продавцом. Что касается ходовой части BMW X3 в кузове F25, когда эти машины были новыми, слабых мест в ходовке было достаточно немного. К ним, например, можно отнести рулевую рейку, чей ресурс относительно, опять же, мал. После 100 тысяч километров в рулевой рейке могут начать появляться стуки. И в этом случае рейку, конечно, придется либо менять, что дорого, либо ремонтировать, что может оказаться значительно выгоднее. Ресурс родных амортизаторов составляет порядка 100 тысяч километров пробега. И, конечно, во многом зависит как от качества дорожного покрытия, на котором эксплуатируется тот или иной X3, так и от климатических условий региона эксплуатации. Если вы смотрите машину с большим пробегом, то, скорее всего, родные амортизаторы предыдущий собственник уже заменил на новые. Однако этот момент, конечно, лучше уточнить. Также по замыслу концерна BMW многие вещи здесь меняются в сборе. Так, например, шаровые меняются в сборе с рычагами. Но это по задумке концерна. А вообще на рынке достаточно большое количество недорогих заменителей. Третий и заключительный слабый элемент в подвеске X3 – это сайлинг-блоки задних верхних рычагов. Они сдаются где-то к пробегу 80 тысяч километров и возвещают о необходимости замены противным скрипом. При проезде неровности. Вот, в общем-то, и все. В остальном ресурс компонентов подвески X3 очень и очень неплохой. Естественно, если вы будете чинить этот автомобиль оригинальными запчастями, ремонт может вылиться в копеечку. Тем более, что многие вещи здесь, по задумке производителя, меняются в сборе с рычагом. Как, например, нижняя шаровая. Однако на рынке достаточно широкий выбор заменителей на этот автомобиль. Причем хорошего качества и по умеренным ценам. Поэтому, если вы будете подходить к содержанию своего X3 с головой, то это содержание не будет для вас сильно затратным, если говорить о ремонте ходовой части. Также следует иметь в виду, что пробег большинства X3 на вторичном рынке уже давно перевалил за 100-150, а в некоторых случаях за 200 и, может быть, даже 250-300 тысяч километров пробега. Поэтому при осмотре загоняйте автомобиль на диагностику ходовой части. Пусть при вас проверят состояние сайлентблоков, шаровых опор, рулевых наконечников, рулевых тяг и так далее. Как, собственно говоря, у любого другого автомобиля. Также при покупке BMW X3 обязательно проведите тест-драйв и обратите внимание на состояние системы полного привода. Исправно ли она функционирует. Раздаточная коробка на этих машинах бывает двух видов. И, в принципе, проблема у этих раздаток абсолютно одинаковая. Эти раздаточные коробки боятся недостаточности масла, а также могут хапнуть влаги через сапун. Поэтому при проверке автомобиля на тест-драйве, если вы слышите какие-то подозрительные скрипы, щелчки, или при попытке тронуться с вывернутыми колесами, автомобиль заметно тормозится, знайте, скорее всего, заниматься переборкой раздаточной коробки на этой машине придется именно вам. А полный ремонт раздатки с заменой всех пар фрикционов, а также подшипников может вылиться в достаточно круглую сумму. Поэтому проверка исправности полного привода на X3 при покупке обязательный этап, который нельзя пропускать ни в коем случае. Итак, какие выводы можно подвести под все вышеизложенное? Из плюсов для BMW X3 в кузове F25 можно отметить современную внешность, очень комфортный салон с достаточно хорошими материалами отделки, отличную управляемость, надежную ходовую часть, несмотря на многоричазность задней подвески, а также очень и очень неплохие коробки передач, которые, имея 8 ступеней, обеспечивают достаточно неплохую топливную экономичность и завидную динамику, в общем-то, нелегкому кроссоверу. Что касается двигателей, если вы остановили свой выбор на 3-х литровом бензиновом атмосферном варианте, если говорить о дорестайлинге, либо на 3-х литровом дизельном моторе, и вам повезло, вы ответственно подошли к выбору и купили ухоженный автомобиль, который продавал фанатик марки, то такая машина прослужит вам достаточно долго, и вы не будете сильно вкладываться в ремонты. Ну, а если и придется что-то где-то починить, то, когда вы сядете снова за руль своего X3 и нажмете на педаль газа, все суммы за ремонт моментально улетучатся из вашего фокуса внимания. Останется только неподдельное удовольствие от управления этой машиной. Именно ради этого и стоит посмотреть в сторону BMW. Ну, вот и все на сегодня. Если этот обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике далее. Если вы владели или владеете BMW X3, и проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить, или чем нас дополнить, также отражайте это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр, хорошего вам дня, пока!